Изначально я вообще хотел ограничиться лишь небольшим отзывом у себя вконтакте и не делать по крови дракона ничего более. Если в первом сезоне вопросы были лишь клорным каноном и одной единственной загадочной сцене в пещере, то продолжение аниме полностью состоит из подобных сцен, где тебе в каждой серии буквально показывают что-то непонятное, которое при этом появляется из ниоткуда и также в никуда исчезает. Ранее я уже говорил, что главная проблема сериала это его хронометраж в связи с небольшим бюджетом, что в целом-то понятно, а также шоураннер, который решил перелопатить вселенную и придумал абсолютно новую, огромную историю, которая ну никак не утрамбовывается в жалкие 20 минут на серию. Кстати, то насколько экономили бюджет можно понять и по количеству озвученных персонажей одним и тем же актерам. Например, Трой Бейкер озвучил и Инвокера, и Пангольера, и вот этого кинфолка в очках. А потому я лично слегка не понимаю, зачем, имея такой копеечный бюджет, нужно было пытаться снять свой Властелин колец. Сила доты в локальных историях, а не вот в этих мультивселенских разборках с демонами и драконами. Однако, поймите меня правильно, при всем вышесказанном наблюдать за происходящим было вполне себе интересно, но при таком сценарном размахе основная сюжетная линия практически не сдвинулась с мертвой точки, да и общих вопросов пока возникает в разы больше, чем ответов. И если вдруг в один момент сериал прикроют из-за не очень хороших просмотров, что вполне может случиться, то мы снова останемся с каким-то обрубком истории, как это было с артефактом. И если бы вы только знали, какую историю Valve готовили для второго артефакта, то у вас, как и у меня, были бы сейчас вьетнамские флешбеки. Да и в случае провала сериала про какую-то более крупную экранизацию по вселенной доты можно будет забыть навсегда. Так что да, меня смущает и волнует именно этот момент. А так, в целом, я повторюсь, остался доволен продолжением. Тем более, что после второго полноценного просмотра сезона мне открылось много новых деталей, о которых я бы хотел сегодня поговорить. Да и вообще, авторы неплохо так подтянули визуал, хоть и не без халтурных решений в виде динамичных 2D-картинок, коих стало в разы больше. Добавили несколько забавных сайдкиков, типа сюжетки Виверны и Брэмон. Ну и самое главное, ради чего мы здесь и собрались, дали кое-какие ответы касательно положения сериала на фоне каноничной игровой истории. Хотя и здесь не обошлось без неожиданно шокирующих твистов, о которых также обязательно нужно поразмышлять совместно. А если вы хотите дальнейшего контента по сериалу, то дайте знать об этом в комментариях. Я обязательно пересмотрю второй сезон Крови Дракона еще пару-тройку раз, по-хорошему параллельно играя в доту, чтобы было не так тяжко. Правда, в этом случае мне понадобится одна незаменимая и очень скоростная вещь. Важнейшим инструментом комфортной геймерской жизни однозначно является быстрый и надежный интернет. А потому представляю вам игровую линейку тарифов от Dom.ru, которая создана специально для геймеров и доступна как для уже действующих, так и для новых клиентов. Есть два варианта тарифа. Первый даст вам скорость до 750 мегабит в секунду с низким пингом и приоритетом игрового трафика. Две бесплатные игры на выбор каждый месяц, которые к тому же можно и передарить, ибо выдаются они кодом. И уже это позволит вам экономить до 10 тысяч рублей в год. А второй вариант геймерского тарифа еще и поможет решить вопрос со слабым железом, ведь к скоростному интернету Dom.ru подарит вам доступ к облачному геймингу GFN. И вы сможете комфортно играть в доту с самым низким пингом и на древнем ноутбуке и на почти любом старом ПК. А во многие другие игры вообще прямо на вашем смартфоне. И все, что для этого нужно, стабильный интернет, о чем уже позаботится Dom.ru. А тебя пусть заботит лишь вопрос выбора двух бесплатных игр каждый месяц от Gamers Base Plus. Причем одной инди и одной топовой ААА. Ну а все это чудо ты можешь подключить по очень вкусному предложению. Тариф гейминг всего за 1 рубль в первый месяц, а облачный гейминг со скидкой в 50% на 2 месяца. Так что залетай по ссылке в описании и выбирай свой геймерский тариф от Dom.ru. Удачи! Давайте сразу с самого главного. Связь сериала с игрой. Еще в первом сезоне мы увидели множество противоречий с каноничным лором, а также получили первый намек от Террор Блейда на мультивселенную. Собственно второй сезон продолжает эту тему, но опять-таки не ставит жирную точку в этом вопросе. Диалог демона и инвокера. В бесчисленных реальностях ты один и тот же. Надломленный старик, который отчаянно стремится скрыть свою агонию. Мы договариваемся, ты обманываешь. Здесь мы можем увидеть Карла в его каноничном игровом варианте, а также в сете Dark Artist. По словам ТБ, чародей во всех вселенных один и тот же и во всех пытается обмануть демона в сделках. И стариком он называет инвокера не просто так, ведь даже в оригинальном лоре Карл наложил на себя заклинание вечной молодости. И если он тратит большую часть своих сил, то вместе с этим временно утрачивает и свою молодую оболочку, что нам также показывали в первом сезоне. А вот касательно сделок есть еще один важный момент. Торговец и его гемы. Сам Шопкипер, как и в Доте 2, является очень могущественным существом, а в сериале он еще и примерил на себя роль загадочного посредника в самых важных геройских договоренностях Мирана. Сама того не подозревая заключила с ним сделку, в рамках которой он помогает ей найти башню инвокера, а взамен получает возможность получить от принцессы какую-то таинственную услугу в будущем. И будьте уверены, что в следующих сезонах он точно с нее спросит что-то важное. Лина. Хоть нам напрямую этого не показывают, но она все так же заключает сделку через торговца, чтобы стать королевой солнечного трона. И, собственно, инвокер с ТБ тоже пользуется услугами могущественного посредника. В общем, Шопкипер ведет свою собственную игру и с помощью гемов демонстрирует героям их прошлое и возможное будущее. Так, например, еще в первом сезоне мы могли увидеть Мирану в наряде из второго, а Лина видела в геме ее королевский образ, что также вскоре сбылось. Кроме того, торговец в курсе многих сокрытых даже от самих людей деталей. Лучше отплатите мне когда-нибудь позже услугой за услугу, принцесса. А возможно и не только принцесса. Это опять же отсылает нас ко второму сезону, в котором оказывается, что Мирана не просто принцесса, а настоящее земное воплощение бога солнца. И Шопкипер об этом был явно в курсе. Но вернемся к мультивселенной и для начала проясним вопрос касательно Кашуры, который неожиданно оказывается драконом пустоты. В интернете ошибочно разошлось мнение, что Кашура это Бисрак. Естественно, это не так. Его истинное драконье имя нам так и не назвали, но зато рассказали, что сначала он был абсолютно обычным драконом. Затем наткнулся на два осколка древних и благодаря им обрел волю и голос. Он даже стал частью Грома, но вскоре был изгнан оттуда и на его место пришел как раз таки Бисрак. И все это происходило три тысячи лет назад, о чем прямо говорит Слайер. Три тысячи лет ты был отлучен от Грома. А Бисрака, как вы могли заметить, вместе с остальными драконами уничтожил Вадрак, чтобы во вселенной выцарился хаос с последующим циклом ее перерождения, ну или как-то так. Anyway, у Инвокера, само собой, собственные планы на этот счет. Но, сложно обвинять зрителей в заблуждении, когда мы имеем грубейшую ошибку арт-директоров, сделавших двух практически идентичных фиолетовых Годзилл. Даже мне сходу пришлось пересматривать эти моменты, чтобы понять визуальную разницу драконов. Ну и с того, что я сразу заметил, как минимум у Кашуры есть какое-то подобие бороды, в отличие от Бисрака. С этим разобрались. Так вот, Кашура в своем сумбурном рассказе отмечает следующее. Единственная константа, которая есть во всех реальностях, это солнце. Замечу, ни драконы, ни спириты, ни даже сами древние, а именно солнце. То есть, по логике сериала, можно допустить, что в нашей вселенной тот же Иной может быть альтернативной версией Кашуры. Да и касательно фундаменталов, ситуация аналогична. В реальности сериала, после большого взрыва, они могли просто принять облики драконов, а в игровой вселенной те, к которым мы с вами привыкли. Но даже если это так, то тотальное обесценивание их могущества сериал показал напрасно, ибо столпы творения мрут как мухи от всего подряд. От демона, от своего собрата по грому и даже всего от одного санстрайка. В игровом варианте, что спириты, что фундаменталы выглядят на голову величественней этих беспомощных дракончиков, на которых держится вся сериальная вселенная. Эти столпы есть души древних драконов. Но anyway, в этой схеме очень много несостыковок, и я до сих пор не могу принять факт замены наших героев на каких-то крылатых немощей. А что если их не заменяли? Давайте об этом чуть позже, а пока вы можете высказать свое мнение по этому поводу в комментариях. Будет интересно почитать. Кашура в своем монологе также говорит, что в бесчисленных реальностях у этого самого мирового дракона, олицетворяющего силу солнца, есть разные земные обличия. И сериальная Мирана всего лишь одно из таковых, но именно в эту инкарнацию мирового дракона влюбился Кашура. Как наша игровая версия Мираны связана с этой солнечной эпопеей, пока неизвестно, но Империум Гелио у нас также имеется. Как же не упомянуть камео Арквардена, а точнее его статую, держащую на руках по факту своих братьев. Это свидетельствует о том, что и здесь принцип зарождения вселенной с Зеттом и двумя древними остался нетронутым. Конечно, живого Арка нам так и не показали, но судя по реплике персонами Раны еще покажут. А вот что вызывает еще больше несостыковок, так это подражание авторов великому и ужасному Джорджу Мартину. Сначала Лина неожиданно отправилась на тот свет, потом Виверна, а следом за ними так и вовсе сама Марсия. Как бы я не плевался, при первом просмотре сезона эти сцены вызвали у меня настоящий ступор, в том числе и по причине наличия персонажей из аниме на полях сражения древних, которые явно переместились туда не просто так. Это никакая не игровая условность, а вполне логичный сюжетный ход, который правда нам пока что не раскрыли. И вот как раз таки это очень сильно противоречит тому, что нам показали в сериале. Во-первых, что молодой Девиан, что принцесса Мирана абсолютно дефолтно реагируют на ту же Виверну, лишь делая отсылки на ее связь с Брэмом. Вопрос смерти, а урод, при этом как-то слишком тупо игнорируется, как будто этого и не случалось. Во-вторых, точно так же игнорируется и гибель Лины. Это вообще что за разговоры с умершим персонажем? То же самое с Марси. С учетом того, что силу ей даровала сама Мирана при побеге из замка, очевидно, что молчаливая героиня также переместилась из другой вселенной в нашу. Но еще большее противоречие вызывает сам Девиан, который даже в своем молодом обличии в игре все так же превращается в Слайрака, хотя в конце сезона дракон четко сказал, что мышонок отныне полностью свободен и покинул его тело с помощью силы Мираны. Я прекрасно понимаю, что по очевидным причинам все персонажи из аниме перенесутся на битву древних в заключительном акте, когда все повествование будет по факту закончено. Но это никак не отменяет всех вышеперечисленных нюансов. Зато время, а точнее путешествия во времени точно могут их отменить. И это единственное и самое очевидное объяснение всему этому безобразию. Особенно с учетом наличия вот этой реплики Мираны к Фейселос Войду. Я практически уверен, что в продолжении для избежания катастрофы Инвокер воспользуется услугами Безликого, который и откатит некоторые ключевые события, в том числе и смерти героев. Ну а поскольку все смерти героев произошли до того, как Слайрак покинул тело Дэйвиана, значит и этот момент откатится. Ну и собственно мы получим объяснение тому, почему в доте молодой Дэйвиан все так же превращается в дракона. С этим все понятно, но знаете, что не дает покоя мне больше всего? Почему персонажи из якобы другой вселенной обращаются к героям из нашей реальности, как ни в чем не бывало? The Thunder welcomes you, Jakiro. Кто? С ними все эти события не происходили, и по факту вы разговариваете с абсолютно другими их версиями, которые при этом вас знать не знают. Или все же знают. И все эти разговоры про альтернативную вселенную, это всего лишь разговоры. А на деле мы имеем лишь прошлое и будущее в одной реальности. А драконы, это просто еще одна отдельная фракция, никак не влияющая на спиритов и всех остальных ключевых персонажей. Да и логически, опять же, откуда Слайраку из аниме знать вообще, кто такие фундаменталы и спириты, и совершенно спокойно к ним обращаться? Почему Вэй еще до выхода сериала делала отсылку к дочери Инвокера, если все это случилось в якобы другой вселенной, а Вэй это герой из нашей реальности? Откуда ей вообще было знать про Филомену? Да и сам Дэвиан прямым текстом ведь говорит про время, а не реальность. Ну и ультимативное, ответ самого Эшли Эдварда Миллера, шоураннера проекта на вопрос моего зрителя. Как история о том, что драконы являются основными элементами вселенной, сочетается с фундаменталами и братьями духами из истории Доты 2. Они определенно есть, но вдаваться в подробности, это немного спойлер и в основном хэдкэнон, личные интерпретации. На самом деле здесь очень много спойлеров, но поверьте мне, я много думал о том, как совладать с космологией Доты 2. Очень много. В общем, слава Габену, спиритов и фундаменталов никто не отменял, и все это, скорее всего, одна вселенная, и Кровь Дракона является просто приквелом. И это, объективно, лучший вариант, так как при таких раскладах наши каноны не обесцениваются, а просто дополняются новыми, хоть и местами немного корявыми деталями. А по завершению Крови Дракона, Valve спокойно могут доработать всех главных действующих персонажей, дописать недостающий лор и обновить реплики оригинальных моделей. Но не сильно, чтобы не обесценивать при этом выпущенные платные рескины в виде личностей. В общем, сделать такой легенький реканон в основном лишь для трех персонажей и дело с концом. И, к слову, с Аркейном было то же самое. Авторы слегка изменили биографии главных героев в сериале, а потом просто подкорректировали их игровые версии, без всяких мультивселенных. Итак, из основного сюжета это пока что все, о чем я хотел поговорить, но в сериале осталось довольно много мелких второстепенных деталей и отсылок, которые тоже было бы неплохо выделить. А потому, если вы хотите продолжения, то поддержите этот ролик своим лайком и напишите какой-нибудь комментарий, чтобы я вообще понимал, кому это может быть интересно. Ну и по традиции, я лишь напомню, что вы все так же можете подписаться на мой канал и зайти в мой личный магазин дешевых игр по ссылочке в описании. И закупиться там либо через рандом, либо со стопроцентной гарантией по фулл прайсу. Но все так же со скидочкой по моим личным промокодикам. В общем, всем спасибо огромное за просмотр и скоро вновь увидимся в новых роликах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok